Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4, а ещё PS5. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ватман, и в этом ролике мы разберём новый вышедший внедорожник D-Class Granger 3600LX. Продается он на сайте San Andreas SuperAutos по двум ценам. 1 миллион 35 тысяч долларов оптовая и 1 миллион 380 тысяч розничная. Оптовая станет доступна, если выполнить 5 контрактов агентства. Я их уже выполнил, так что и розничной цены у меня нет. Данный внедорожник имеет в реальной жизни несколько прототипов. Основной это, конечно же, Chevrolet Saburban 11-го поколения. Главная концепция основана именно на нём. Передние фары — это точная копия фар от Nissan Titan 2-го поколения в кузове А61. Задние фонари скопированы с Toyota Tundra, выпускавшейся с 2014 по 2021 года. Она и сейчас выпускается, но там уже другие фонари. А решётка радиатора и боковой хромированный элемент на дверях взяты от Cadillac Escalade 4-го поколения. Так что доноров у The Class Granger довольно много. Привод у данного внедорожника полный-постоянный. Этот Granger не первый добавленный разработчиками в игру. Здесь с её релиза обитает ещё одна версия, которая так и называется — The Class Granger. Продаётся она там же, на сайте San Andreas SuperAutos, по цене всего лишь 35 тысяч долларов. На 1 миллион дешевле оптовой цены на 3600 LX. В этом видео я сравню обе версии по скорости, и мы узнаем, какой из Granger'ов быстрее. Ну а пока предлагаю послушать звук работы двигателя обычного Granger'а, который сверху... ...и новенького. У нового звук более брутальный, как у настоящего внедорожника. Финишная черта прямой по автостраде была преодолена со временем минута 17,5 и минута почти 14 секунд. На общей таблице это 15 и 20 места. И, как вы могли заметить, новый Granger заметно медленнее своей более старшей версии. Полное видеопрохождение на всех треках на обоих Granger'ах я выложу в группе ВКонтакте. Чтобы вы не думали, что это какой-то магический монтаж и никакого мошенничества. Ну а мы переходим в автомастерскую и на остальные треки. Игрок Эрик Бондаренко поделился тонким наблюдением, что у старого Granger'а на багажной двери написано 3500 LX. Но этой маркировки нет в названии самого автомобиля, а у нового наоборот. В названии 3600 LX присутствует, а с багажника надпись решили убрать. Ну а вообще новый Granger'а это броневик. У него соответствующий значок на карте и он выдерживает 15 пуль по стеклам и на 16 рассыпается. Ну или на первые от минигана или патрона от СМО. И у него есть полный набор допов в мастерской агентства. Основное это, конечно, бронеплиты. Конкретно с этой машиной при их установке хром на решётке радиатора и дверях заменяется на обычный чёрный пластик. Также можно установить дистанционное управление, генератор помех и воткнуть в решётку радиатора пулемёт. Спрятан он хорошо и на внешний вид никак не влияет. Ну и скользкие мины тоже можно установить. Теперь покинем это тёмное подземелье и отправимся в автосервис дедушки Франклина, чтобы нормально посмотреть его тюнинг. Начинается он с передних бамперов, которые по факту здесь кенгурятники. Ставить можно любой из них, машина для бездорожья всё равно не годится, поскольку даже без кенгурятников она заехать на невысокое препятствие всё равно не может. Ну а вообще кенгурятники помогают тачке сохранять свою целостность, правда ненадолго. Сзади вместо бамперов также можно поставить прочный каркас. Он тоже позволяет машине оставаться более целой. Глушители несколько вариантов. Есть как одиночные слева, так и парные по бокам и прямо. Капоты тоже завезли. Есть модельки с вырезами и обтянутые карбоном. Раскрасок 12 штук. Это полосы белые и чёрные, ещё полосы, но уже через крышу и герой бездорожья. Довольно интересная раскраска, раньше я таких не видел. Также есть вариант в розово-пурпурном цвете для прекрасных любительниц болот и грязи. И камуфляж мне ещё понравился. Охотничий камуфляж старая раскраска, патриотическая с пивасиком, две гоночные раскраски со спонсорами и модный бренд одежды и духовцы с Антоновой. Зеркала можно обтянуть карбоном или перекрасить в разные цвета. На капот можно поставить либо дефлектор, либо шноркель. Я, само собой, сразу отправился этот шноркель тестировать. Без него машина заезжает в воду по лобовое стекло и глохнет. Привет, страховая. А с ним машина заезжает также по лобовое стекло и глохнет. Снова привет, страховая. Короче, шноркель на этой тачке и не работает. Ставить можно разве что для красоты. Кстати, когда тестировал машину, на меня загорелся местный Сессурити, который открыл огонь на поражение. И знаете, что произошло дальше? В машину он, конечно, не проник. Но убить меня смог. Я подумал, что, возможно, это баг из-за того, что машина была уничтожена или дверь слегка приоткрыта. Поэтому взял другую. Просто решил сделать две версии этого внедорожника. И провел эксперимент еще раз. И оказалось, что боковая стойка, на которую приходится стык дверей в их верхней части, отлично пропускает все пули. Так что стекла у машины бронированные, а вот железные стойки нет. И если кто-то будет по вам стрелять, находясь сзади сбоку, то отлично будет попадать. Вот такой вот неприятный момент. Окраска есть только основного и дополнительного цветов. Основной перекрашивает весь кузов, а дополнительный в стойке ничего, кроме строчки передних сидений. Эмблема банды наносится на передние двери. В машине можно установить каркас безопасности. Он, как и шноркель, выполняет только декоративную функцию. Поскольку разрушаемость у этого автомобиля проработана довольно неплохо, и мнется он как спереди, так и сзади. И еще колеса приобретают положительный исход развал. Но вот крыша и салон даже без каркаса никак не деформируются. Обратите внимание, что сзади кузов погнуло как раз в том месте, где должен заканчиваться каркас безопасности. То есть и без него машина мнется точно так же, как и с ним. Ну а вообще внедорожник достаточно прочный. Выдержал все удары и сам доехал до автомастерской, как и джубель. А еще с деформацией есть забавный баг, хотя это не только на данной машине. Если вы установите пулеметы и хорошенько замнете передок, то стрелять пулемет будет примерно из воздуха, ну или из четвертого измерения. На крышу машины можно установить багажник основного и дополнительного цветов. А еще отдельно есть возможность поставить прожекторы на крыше. Без них и ближний, и дальний находятся в основной фаре, а пучок света от ближнего бьет вниз и правее, а дальний перед собой и также правее. Установив фары, дальний переходит в них, точно так же со светодиодной панелью. Ну и соответственно, если дальний ушел в другие источники света, то и пучок этого света начинает бить наверх, хлюськи на пятый этаж. Ну и заодно затронем свет задних фонарей. Габариты у этого монстра находятся в нижней части фонаря, а стоп-сигналы в верхней, и еще в дополнительной полосе по центру багажника над стеклом. Лампочки заднего хода находятся между габаритами и стоп-сигналами. Что касается подножек, то здесь машину решили обделить. Всего один дополнительный вариант, повторяющийся в разных цветах. И все, на этом уникальный тюнинг данного внедорожника заканчивается. Если сравнивать с тюнингом старого Грэнджера, то там вообще ничего из внешнего тюнинга нет, кроме возможности заменить цвета. Основной на нем перекрашивает весь кузов, а дополнительные бампера, передние и задние, и крылья над арками. И все, тюнинг на этом заканчивается. И тому, и тому внедорожнику можно занизить подвеску. На новом она оказывает влияние на технические характеристики. Без нее лучшее время на тестовом треке составляет минута и 6 секунд. Чуть похуже этот трек проехал Баллер СТ. Если подвеску занизить, то острота управления увеличится, и машины станет управлять комфортнее. И лучшее время на треках она будет показывать минута и 5 секунд. Неплохо для такого огромного танка. Установка брони в случае с этой машиной никак не влияет на технические характеристики. Все те же минута и 5 секунд. А вот после установки бронеплит, LX стал проезжать трек еще быстрее на 1 секунду. За минуту и 4. Не знаю, как это здесь работает, но машина вообще становится другой в управлении. После этих тестов я отправился на покорение других своих треков. Прямая по бездорожью была преодолена за минуту 11 секунд на новом, и минуту 10 секунд на старом, что лишний раз доказывает то, что старичок на прямых более быстрый. Ну а если сравнивать с другими внедорожниками и вездеходами, то оба занимают 26 и 28 места. Почти конец списка. Немного поменялась расстановка сил на оффроуд треке. Здесь наоборот новенький Грэнджер финишировал быстрее. Его время минута и 14 секунд, а старый наоборот, на секунду хуже, за минуту и 15. На общей таблице это 24 и 25 места. Чуть получше, но тоже конец списка. Для гона Коба Грэнджера точно не годятся. Разбираем другие параметры. Через меню взаимодействия открываются 5 дверей вместе с багажником и капот. Прорисовка двигателя это одна большая печаль. Почему нельзя было сделать нормальный движок, а не 2D текстуру хуже, чем на старых машинах? Сзади места столько, что можно съездить на границу с Мексикой и накидать штабелями 15 нелегалов подсобных, чтобы сидели в коморках и рисовали такие убогие движки. Кстати, вот здесь не то что салон, даже багажник хорошо прорисовали. Зачем-то сделали полочки по бокам и сам пол у багажника также имеет полку. Ну что сказать, внимание к мелочям. А вообще салон это что-то новенькое. Таких в игре еще точно не было. Если вы подумаете, что где-то такое уже видели, то ваш мозг вас не обманывает. Это салон Chevrolet Saburban. Того, который основной прототип. Вот это я понимаю проработка машины до мельчайших деталей. Что касается заднего ряда сидений, то здесь и ручки дверей прорисованы, и подлокотники, и даже сами сидения, как кожа хорошего качества. В общем, накосячили только с двигателем. А так твердая пятерочка из пяти. Вид от первого лица удобен. Персонаж при направлении взгляда прямо пригибается, видимо, чтобы лучше видеть приборную панель. Но ее все равно не видно. Для этого нужно пригибаться еще сильнее. А в этом случае будет не видно дорогу. Короче, типичная ситуация для GTA Online. Обзор днища показал, что это обычная 2D моделька с выхлопной трубой по центру. На каждую ось приходится свой мост. Давно я их не видел. Топленный бак у машины, как обычно, за задним левым колесом. Брони и бронеплит на ней еще не стояло, так что взорвалась довольно быстро. А вот если и броню, и бронеплиты установить, то эта машина становится одним из великолепных броневиков из обновления Контракт, которая выдерживает 11 ракет с самонаводкой и на 12-ю взрывается. Если из мелочей, у нового Грэнджера добавили дворник на заднее окно. Как и у новенького Балер-СТ, у старого Грэнджера, к примеру, дворника нет. Но за то, что у одной, что у другой модели 8 посадочных мест. 4 человека садятся внутрь автомобиля, и еще 4 могут стоять на подножках и держаться за верхние рейлинги на крыше. Вы могли наблюдать такую картину с бойцами Нуб, которые приезжают к вам, когда у вас 4 звезды розыска. И какой вывод можно сделать по внедорожнику D-class Granger 3600LX? Если вы ищете какой-то брутальный и огромный внедорожник, который будет более-менее быстрым напрямой, то это старая версия Грэнджера. На поворотах он, конечно, будет немного проигрывать, но там разница незначительная. А вообще, для гонок не подходит ни одна из версий этого внедорожника. Что касается заданий, то Грэнджер подходит отлично. Он мощный и тяжелый, что позволит ему толкать другие автомобили. А наличие бронестекол поможет оставаться живым подольше. Правда, подвела средняя стойка, пропускающая пули. Она делает эту машину более уязвимой. Ну а просто для покатушек по свободной сессии с друзьями, Грэнджер подходит отлично. Он, конечно, медленный, но за счет внешнего вида и новейшего салона доставлять удовольствие от вождения будет однозначно. Покупать ли эту технику за миллион долларов оптовой цены? Я бы не стал. Тот же Джубель обладает похожими техническими характеристиками, но гораздо маневреннее и быстрее по разгону. На нем кататься по городу куда приятней. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова